Предупреждение! В этом видео содержатся спойлеры для Данган Ромпе 1, 2 и V3. Вас предупреждали. Привет, интернет! С вами Ино. И сегодня мы поговорим о 16 фактах, которых вы, скорее всего, не знаете о Данган Ромпе V3. И главный источник информации, как всегда, канал WeBing News, и ссылка на ее ролик на английском языке в описании, как и на все источники, которые использовала она. Кстати, небольшое обновление в сфере последних событий. Во-первых, поскольку на Патреоне мало кого осталось, все промо-материалы к проекту Галерея будут в открытом доступе в отдельном Телеграм-канале, поскольку валюта нестабильна, и держать все на Патреоне смысла больше нет. Ну, а если хочется поддержать копеечкой проект или меня лично, номер карты также будет в Телеграме. А еще у меня на днях появился просто свой Телеграм-канал, типа просто где мы тусим, развлекаемся, веселимся с подписчиками. Можете туда просто заглядывать. Поскольку временно у блогеров из России на Ютубе отключили монетизацию от Гугла, я вам предлагаю следующие предложения, которые вы видите в скрине поста. Да, просто я не уверена, насколько предложение с интеграцией актуально, поскольку я вообще не знаю, выйдет ли конкретно этот ролик на Ютубе или нет, прям вот сейчас, пока я его записываю. В целом, я еще набираю учеников на занятия английским языком онлайн. А вот тут вы можете видеть цены на камишки. Как вы помните, или не помните, или не знаете, но теперь знаете. Один из моих тульп Ли рисует. И вот здесь вы можете видеть ценнички. Что до моих занятий английским языком, мы можем подобрать вам программу индивидуально. То есть берем какой-нибудь мультсериал или сериал на английском, или фильм, или что-то еще, может быть, серию роликов на Ютубе на английском, и разбираем, какая там используется лексика, грамматика, выражение, и как вы это все можете использовать в собственной речи. Ну, или можно идти просто по стандартному английскому, разбирать правила, отрабатывать разговор, развивать слух, чтение и так далее. Выбор ваш. Если вам просто нужен разговорный английский, и просто поболтать часик в неделю, может быть, два часика в неделю на английском языке, это тоже ко мне. Надеюсь, все будет хорошо. Ну, начинаем. Первое. Кадака сказал, что V3 писалась дольше всех игр. Цитата. Первая игра заняла у меня примерно полгода, в то время как на вторую ушло примерно восемь месяцев. А в этот раз я потратил полтора года. Также он сказал, что сложнейшей главой всей серии для него оказалась именно первая глава V3 из-за трюка с протагонистом. Он также признался, что с самого начала знал, какой сюжетный поворот провернет в первой главе. Второе. Саяка Канда, актриса, которая сыграла Каэды в оригинальной японской версии, говорила, что она огромная фанатка Данган Ромпы. До V3 она еще играла Джунка в театральной постановке Ромпы. А также песни ее группы Трастрик использовались для опенинга и эндинга Данган Ромпы Будущее. Она была уже знакома с франшизой, и Кадака признает, что это одна из главных причин, по которым он позвал ее озвучивать Каэды, поскольку ему было бы некомфортно просить новичка открыто врать о роли ГГ на стольких мероприятиях. Канда говорила, что чувствовала себя виноватой, когда говорила, что она играет протагонистку, поскольку это правда на довольно небольшое время. Также после выхода анализа Каэды меня просили упомянуть, что Саяко Канда, увы, скончалась, наложив на себя руки. Многие находят такой исход ироничным. В возрасте 35 лет скончалась японская актриса озвучания Саяко Канда. 18 декабря 2021 года в 15.55 Канда была найдена без сознания во внешнем саду на 14 этаже отеля Тюаку. В этом состоянии она была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось. Предполагается, что причиной смерти стал самовыпил. Это большая утрата для японской культуры. 3. До международного выхода V3 игру хотел запретить Корейский комитет по рейтингам и управлению игр. Предположительно, что игру хотели запретить из-за убийства незадолго до релиза. 17-летнюю девушку арестовали по подозрению в убийстве и расчленении 8-летней девочки, так что игра, в которой дети убивают детей, выглядела бы слишком реалистично. Согласно ресурсам, подозреваемая входила в группу больных людей в интернете, где она со своими друзьями с энтузиазмом обсуждала, как убивать. Новостная программа под названием «Мы хотим знать» рассказала об этой истории. И, несмотря на то, что ни девушка, ни ее друзья не имели никакого отношения к Данганронбе или сообществу игры, в программе спародировали Данганронбу для визуальной репрезентации мышления группы. Члены комитета, который решил запретить игру, спросили, повлиял ли этот случай и огласка о нем на запрет. И тот ответил. «Решение основано на содержимом игры. Мы, правда, взволнованы возможными попытками повторить убийство. Однако запрет основан не только на этом. Мы установили, что игра перешла черту. И теперь достаточно трудно просто так дать обществу доступ к этой игре». Четыре. Возможно, вы заметили, что Цумуги довольно продолжительно распинается о том, что все вокруг выдумка в шестом суде. А все потому, что многие актеры озвучания из предыдущих игр записывали реплики для аниме Данганронбе 3. И когда Кадака подумал, что да, можно было бы позвать старых актеров для новой игры, он связался с ними и спросил, не интересует ли их запись реплик для вот этого большого финала. И, к его удивлению, все согласились. Это была достаточно редкая возможность. Вот он и решил дать Цумуги побольше реплик, чтобы включить всех старых актеров. Об эпилоге Ветри велись споры. Как выяснилось в ток-шоу с Кадакой и сценаристами для двух новелл спин-оффа «Фромпы», продюсер Сасаки и Каму Цузаки и арт-директор игры были против того, чтобы у Ветри был эпилог. Кадака, с другой же стороны, встал на защиту и сказал, что игре эпилог необходим, чтобы прояснить некоторые сомнения, которые могут возникнуть у игрока относительно истории. Согласно переводчику данного интервью, многие японские фанаты восхваляли Кадаку за то, что он включил эпилог в историю, поскольку до того, как они увидели эпилог, они сначала подумали, что выжившие персонажи умерли. Шестерка. И Майнави, и Фомицу провели опросы популярности для фанатов в Японии, в которых можно было проголосовать за любимых персонажей. У Фомицу было несколько опросов по другим ронгам тоже. В опросе Майнави топ-3 персонажей стали Сейхара, Ома и Каэде. Сумугиджа унеслась на самое последнее место. В опросе Фомицу персонажей разделили по полу. Ома, Сейхара и Кайта заняли первые три места мальчиков, а у девочек первыми стали Каэде, Тенка и Маки. Топ в каждой публикации довольно интересен, учитывая, что Маки, Тенка и Кайта заняли достаточно низкие места в топе Майнави. Однако в топе Фомицу они заняли первые строчки. А за Кио-то-то как обидно. Есть еще один интересный и забавный опрос Фомицу, который они провели уже по Лав-отелю. Каэде, Ома и Каракийо заняли первые три места. Ну, хоть где-то, мой мальчик. Один из комментариев про Лав-отель с Каракийо такой. Я хочу, чтобы он меня тоже связал своими веревками. Блин, а я-то как хочу, чел. Я тебя так понимаю. Забавно, что они решили этот комментарий опубликовать. Семь. Кадака в твиттере говорил, что один из его любимых персонажей в игре это Цумуги. А тот факт, что она упала на последнее место в опросе Майнави, его обрадовал, поскольку это означает, что она произвела сильное впечатление на аудиторию. Он также упомянул в твите, что когда мы знакомимся с Цумуги, можно заметить пасхалку. Она говорит, что серия 53, Кита Церу или Дараимона в локализации, ее любимая. Естественно, это намек на 53 сезон Данген Ронпы. Кадако упомянул, что она так сказала, скорее всего, потому что волновалась. Восьмерочка. Скорее всего, кто-то из вас уже об этом знает. В общем, пользователь твиттера отметил, что файл текстуры, который используется для витража на фоне во время суда витри, это на самом деле арт Майзона, которая выступает со своей группой из первой Данген Ронпы. Номер 9. Как обычно, у всех персонажей есть бета-дизайны, и многие первые дизайны невероятно отличались от того, чем они стали. Больше всего стоит отметить Реому, чей дизайн переделывали по крайней мере 9 раз. Начиная топливом для ночных кошмаров в виде Человека-пальца и маньяка Эльфа-Санте, и заканчивая более зловещими дизайнами. Киба тоже сначала выглядел смешнее, до того, как ему дали более сайфайшный облик. На черновики остальных явно повлияли предыдущие персонажи и их дизайны. Например, у Тенка был дизайн, похожий на Акана, а у Ронтара и Сайхары дизайны смахивают на Наэге и Камаэду. Сайхара сильно походил на Наэге, а Ронтара напоминал Камаэду. Персонажем, который больше всего похож на старый дизайн, стала Маки, которая выглядит идентично одному из бета-дизайнов Камару. Десятый факт. В одном из театров Монакумы есть несколько отсылок на первую Данганронбу. Дартс очень сильно похож на тот, что был в одной из комнат. Бутылки в кадре также напоминают бутылки из четвертого суда. Так еще и протеиновый коктейль на картинке имеется. И это очевидная отсылка на такой же, который выпила Сакура, чтобы отравить себя. И, наконец, на зажигалке в лапе Монакумы нарисована Селестия. Одна из частей плана убийства также происходила в этой комнате, потому они и решили ее нарисовать, скорее всего. Одиннадцать. В интервью Кадака признал, что Кокичи и Ронтара – персонажи, работу над которыми вели дольше всего. Что касается Кокичи, Кадака говорит, что хотел создать Трикстера, который по-настоящему кайфует от судов. Будто от игры. Кадаке казалось, что в предыдущих играх Камоэда был ближе всего к этому, но его позиция на судах несколько отличалась от чистого удовольствия. Казутака также сказал, что намеренно сделал некоторые реплики ом и такими, чтобы было невозможно понять, правда это или ложь, поскольку ложь – главная тема игры. Двенадцать. Видя про факты первой игры, я упоминала, что система пулей правды вдохновлена видеосервисом Ника-Ника, где можно увидеть, как по экрану летят комментарии других пользователей. Точно так же комментарии аудитории летают по экрану в шестом суде. Это отсылка на клуб Никафары, той же компании. В этом клубе можно написать комментарий, и он спроецируется на стены вокруг, что довольно сильно похоже на то, что делают зрители в Данганрон ПВ3. Уже подтверждено, что это действительно прямая отсылка на клуб, поскольку стиль идентичен, а также потому, что на фоне можно увидеть слово «кумафаре» после завершения суда. Номер тринадцать. Прямо как в предыдущих играх, в третьей тоже есть неиспользованные файлы. Например, диалоговые аватарки для Рантара, Маноми и Усами. Также есть для Цумуги в косплее Мукара и Кусабы, косящий под джунка. Это единственный персонаж из прошлых игр, которого Цумуги не косплеит. Еще один интересный неиспользованный кусочек. Мини-игра с машинкой и раньше называлась Товаран, а также спрайты Монокиды и Монодама назывались Куракума и Ширакума. Это все отсылки на спин-офф Данганронпы. Another episode. Да и в целом, вся игра все еще остается отсылкой на этот спин-офф. Но вот название поменяли. Номер 14. Судя по всему, Кадака хотел, чтобы в первой главе орудием убийства стал хрустальный шар. Отсылка на Хагакуре. И или использование шара в первой главе первой игры. Однако во время разработки они решили, что хрустальный шар не звучит достаточно смертельно и заменили его железным. В интервью для NISA Европа Кадака сказал, что во второй игре он доверил кому-то другому все казни от первой до четвертой главы. И затем ему сказали, что казни вышли средненькими по сравнению с предыдущей игрой. И поэтому Кадака решил работать над всеми казнями в Витри самостоятельно. Скорее всего, именно поэтому их считают самыми мрачными казнями во всей серии игр. Также Кадака добавил, что его целью было создать контент, который вовлечет игрока. Цитата. Вместо того, чтобы подумать, о, это сцена казней, не хочу смотреть, и отвернуться, я создаю такие сцены, чтобы один элемент утянул за собой игрока. Иногда это что-то милое, иногда ужасное, а иногда и вовсе черный юмор. И последнее, но не менее важное. В нескольких интервью Кадака заявил, что не против негатива в сторону концовки Витри. Он был даже очень рад этому. Он желал рискнуть и сделать игру, как хочется ему самому. Иначе это была бы уже не Данганронпа. Кадака также добавляет, «Я не собираюсь заполнять фандом только энтузиастами, но думаю, что это нормально, что у кого-то есть только люди, которые приходят только позлиться. Я хочу, чтобы эта серия была местом, где злиться приемлемо. Хочу двигаться в таком направлении». И на этом все. Спасибо всем большое за просмотр. Можете делиться впечатлениями и обсуждать ролик в комментариях. Как и всегда, можете меня поправлять и дополнять. Это только приветствуется. Для меня множество фактов были новыми. Надеюсь, и для вас тоже. Как и всегда, лайк под видео, подписка с колокольчиком очень помогают развитию канала. Ну и репосты, конечно же. Больше связи со мной в группе ВК и Твиттере. Есть и Патреон для поддержки канала. Ну и в Телеграм-канале мы довольно-таки неплохо развлекаемся. Всем мира. Берегите себя. Заботьтесь о близких. А с вами была я, Н.О., сеющий надежду-переводчик. Еще услышемся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова